Привет! Всем доброго ранку! Меня зовут Ярослав Ведмить. Я керевник и засновник постман. И четверг, четверговый Вейкап ПРО. Сегодня мы будем говорить про благодейность. Будем говорить про это с Золей Кудиненко, засновником фонда Таблеточки. Всем привет! Доброе утро! Я вообще рада, что всех пришли. И в такую рань, и в четверг, в будний день мне очень приятно. Я, наверное, сегодня хочу поговорить с вами о том, как каждый день наш может менять окружение, как на самом деле наши мысли могут менять наш подход к благотворительности. Чем больше я... Я очень люблю анекдот про шоу-бизнес и слона. Вы знаете, когда мужчина идет и видит, мужик какой-то выбирает возле цирка говно слона. И он становится и говорит, мужчина, ну что же вы делаете? Вы же там взрослый человек. Почему вы не начнете заниматься чем-то уважаемым? Он скоро на пенсию. Мне очень приятно делать, он так смотрит, и покинуть шоу-бизнес. И я часто про благотворительность так думаю, включая шоу-бизнеса. Я 6 лет уже в благотворительности, и поскольку я самоучка, много приходится обдумывать, осмысливать на своих ошибках. И в последнее время я думаю, что основная ошибка в том, что у нас абсолютно неправильное восприятие благотворительности, и оно зависит исключительно от нас. И благотворительность может решать те социальные проблемы, за которые берется. Фонд Таблеточки, один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, занимается онкобольными детьми. Когда мы напланировали нашу стратегическую сессию на ближайшие 3 года, мы поняли, что мы, конечно, все классно придумали, но надо так много делать, что мы не знаем. Мы вот стоим перед этим списком задач и теряемся. Ну вот нашего руководства фонда, мы начинаем хвататься за все, ну и по итогу ругаемся, что важнее. Мы попросили нашего преподавателя по стратегии встретиться с нами еще раз, провести какое-то время для того, чтобы сделать приоритеты. И вот мы это проводили позавчера, было 6 человек, участвовало из нашего руководства, мы писали приоритеты. Наш второй приоритет – это информационная кампания по РАКу. Но для того, чтобы это сделать, на самом деле информационная кампания – это такая объемная задача, это должна быть реально государственная политика по онкоинформированию. Просто информирование – это всего лишь один кусочек, потому что когда людям начнут говорить о РАКе, о том, что надо, зачем следить, о том, что надо делать, должны быть готовы к этому врачи, должны быть готовы к этому больницы, и должны быть люди готовы к тому, что они могут себя обнаружить. То есть тут три такие глубокие вещи. Я вижу пропасть в том, что сами благотворительные фонды, они не умеют рассказывать то, чем они занимаются. И сами люди, они не запрашивают. То, когда я вижу, как жертвуют, в основном как жертвуют люди, я не знаю, как жертвуют присутствующие, но по фонду я могу наблюдать. Но в нашем фонде это уже немножко по-другому, мы меняем это. Но в основном видят трогательную историю, очень развита в Украине, да и в России токсическая благотворительность, которая давит на жалость, откажись от чашки кофе, отдай деньги, что такое для тебя 50 гривен, дайте 50 гривен, и посмотри, какой милый ребенок, дай деньги на этого ребенка. Это очень развито, это очень губительно, потому что на чашку кофе человек заработал себе сам, а для того, чтобы спасти этого ребенка, на которого вы собираете деньги, вы не заработали, вы не имеете права считать чужие деньги. Если вы просите у кого-то деньги, никогда так не делаете. Это просто порочная практика. Это эмоция-выжималка. Вы отжали человека один раз, второй раз он, скорее всего, вам не даст деньги. Вторая практика – это дети, которым собирают деньги, к сожалению, умирают. В Украине, если мы говорим про рак, а в основном собирают про рак, это каждый второй ребенок. и пожертвовав на ребенка, который умрет, человек, скорее всего, не вернется к вам с пожертвованием. Не вернется. И основная задача благотворительных фондов – это присоединять людей к своей мечте. Мы хотим победить детский рак в Украине. И на это жертвовать значительно приятнее, и значительно понятнее, чем на ребенка, которого может не быть. Мы надеемся, что все будут выздоравливать, но статистика и статистика. И когда вы думаете, как помогать какому-то фонду, или вы думаете, что у вас появилось лишние 50 гривен, ну или сколько-то, смотрите то, чем занимается фонд, потому что его основная, потому что та задача, к которой он идет, та миссия, которую он перед собой ставит, значительно важнее, чем то, кому он помогает прямо здесь и сейчас. Нет, безусловно, вы смотрите на то, что делает фонд здесь и сейчас, но их глобальная стратегия для вас должна быть очень-очень важна. Когда вы жертвуете деньги, смотрите то, чем занимается фонд, помните о том, что там есть люди, которые должны получать зарплату. Например, мы столкнулись сейчас с таким вопросом, что мы собираем на наших детей достаточную сумму, нормальную сумму. Пока что, ну, никогда не хватает, у нас проблем мало денег, мы все время с этого смеемся, но это вечная проблема благотворительных фондов. Но нормальную сумму, но у нас есть позиции, на которые надо собирать просто зарплату, потому что в Украине отсутствует нормальная психологическая помощь в отделениях, а психологическая помощь в отделениях очень нужна. И сейчас по факту нам надо нанимать психологов, которые будут работать в отделениях. Государство их не готово спонсировать, оплачивать их зарплаты, или там они есть на всю больницу, но этого мало, и они так загружены, что у них нет возможности уделять время всем проходящим лечением в больнице. И все, что надо, это зарплаты этому человеку. Но мы не можем списать это в админрасходы, потому что наши админрасходы уже в максимуме. И собирать на зарплату, это тоже, получается, работа с тем предубеждением, с которым люди, в общем-то, не всегда готовы мириться. Мы проводим акцию «День лимонада» ежегодную. В прошлом году мы собрали с помощью «Дня лимонада» 611 тысяч гривен, в этом 463. И мы, когда начали анализировать, почему у нас падение в 30% фактически получается, мы поняли, что потому что в прошлом году мы не отчитались перед нашими партнерами, мы не рассказали, как мы потратили эти деньги, не поблагодарили их в полной мере. Ну, абсолютно наш сервисный правтык. И первый раз с вами пожертвовали по эмоции или по какой-то вашей идее, а вернуться ли они к вам второй раз, это уже зависит абсолютно от фонда. Есть такая статистика, что удержать человека значительно проще, чем привлечь нового. Поэтому вот. Я начала заниматься волонтерством. Мне настолько поразило, как это все просто сделать. Я купила одну пачку лекарства, она стоила 3 евро. И тогда Визаир запустил дешевые перелеты в Испанию. То есть в Испании это лекарство стоило дешевле, чем в Германии, откуда его возили. И все мои друзья купили билеты в Испанию по тысяче гривен. Это я только купила тогда, и многие так же сделали. Меня просто... Мне действительно поразило, как это просто сделать. Я думаю, блин, а почему никто из моих друзей этого не делает? Напишу я об этом пост в Фейсбуке. Я написала. Ко мне... Его поширили, ко мне начали добавляться другие люди в друзья. Я подумала, не-не, мне эти люди не нужны в друзьях, потому что я их не знаю. Я сделала отдельную страничку. И с этого начались... Начались таблеточки. Меня настолько поразило, что молодые люди с возраста 25... Ну, в тот момент... 25, наверное, 40 лет, просто не знают, что помогать просто, что я решила донести до них эту мысль. Одно время мы настолько увлеклись на нашей странице таблеточек подавать информацию, как здорово помогать, и как классно мы все делаем в отделениях, что у нас упали пожертвования. Но наши посты о том, что нам нужны деньги, перестали реагировать. Мы когда стали анализировать, что же происходит, мы поняли, что, блин, так люди забыли вообще, что рак это смертельное заболевание, что каждый второй ребенок умирает, о том, что сумасшедшая нехватка ресурсов. И о том, что все-таки, блин, ну, это не так, как мы коммуницируем. Люди сталкиваются с ежедневной болью, ужасом и незнанием, что будет происходить. Один из таких ярких наших проектов совместных, очень важный момент, что ни один фонд, ни одна группа людей ничего изменить самостоятельно не может. Я скажу так, что у фонда таблеточки очень много влияния, действительно, мы знаем людей, мы умеем коммуницировать, у нас есть уже какой-то, мы уже умеем анализировать, у нас есть опыт, и мы понимаем, где как действовать, кому как позвонить, но это правда. Но мы точно так же понимаем, что нашего веса недостаточно для того, чтобы привести к изменениям, которые мы хотим. Первый раз мы столкнулись с реанимациями, когда мы теряем детей, но каждый ребенок, которого мы потеряли, он для нас анализ, каждую смерть мы анализируем, анализируем с точки зрения того, что мы можем изменить. У нас после, изначально мы делали это там неосознанно, но сейчас мы осознанно, когда мы теряем ребенка, мы прям у людей, которые у нашего отдела по работе с подопечными, стоит первый мой вопрос, это проанализируйте все, что происходило с того момента, как ребенок обратился к нам, до фактической его смерти, для того, чтобы понимать, как мы можем с этим, ну что мы можем изменить. И в 2014 году мальчик вернулся, Паша вернулся в Украину, 8 марта для него, 8 или 9 марта для него открыли чайку, он смог покататься на спортивной машине, он об этом мечтал, прям гонщики собрали машину, сделали этот день, и 10 марта он умер в реанимации, один и без мамы, или с мамой уже, но в любом случае, в реанимацию было упасть несложно, мы начали думать, почему так. И буквально, буквально в апреле, в марте, умирает или в апреле, не помню, умирает второй ребенок, тоже в реанимации, тоже без родителей, мы поняли, что это зверский закон, который, зверские, нечеловеческие подходы, потому что не пускают родителей к своим детям, а дети маленькие, не знаю, сколько тут родителей, но просто еще маленькие дети оказаться в одиночестве, даже взрослому, мне кажется, оказаться в одиночестве не очень приятно, а детей еще привязывают к койкам, для того, чтобы они не дергались, но это на самом деле понятно, если кто-то там пытался ребенку сделать приивку, это не очень просто, его надо крепко держать, и вот в реанимации его привязывают, фиксируют, для того, чтобы можно было делать какие-то манипуляции. И мы начали анализировать закон, и совершенно случайно, параллельно мы, благодаря Паше, мы начинаем думать о том, что нам необходима паллиативная программа, и моя коллега Алла, мы понимаем, что для того, чтобы сделать паллиативную программу, надо, ну, самый простой метод, как сейчас, выйти для наших людей, которые получат помощь, это выйти на врачей, которые лечат этих детей, и выписывают их домой в никуда. Мы хотим, наша задача рассказать врачам о нашей программе, для того, чтобы они выписывали детей не в никуда, а в нам в фонд, чтобы родители знали, куда им обратиться, и они не оказывались в одиночестве. Моя коллега Алла начинает обижать все отделения по Украине, знакомиться с врачами и рассказывать о нашей программе, и говорить, вы детей выписываете не в никуда, давайте наши телефоны, давайте наш мобильный, мы будем помогать уже работать, в общем, мы ищем партнерство. И она оказывается во Львове, в Львове потрясающий врач, наш партнер Роман Кизыма, и мы смотрим, она смотрит отделение, и видит о том, что в реанимации постоянно находятся родители, в общем-то, как-то происходит и в мире. И мы понимаем, что в рамках одного государства может быть абсолютно по-разному это воля врача. Мы начинаем анализировать, по-прежнему у нас журналист Лена, я прошу Лену написать об этом статью, и мы понимаем, что все оказываются заложниками ситуации, врачи не пускают реанимацию, потому что для них это дополнительная работа, они должны общаться с пациентами, их никто не учил общаться, это сервис, родители должны уметь себя вести, ну как бы, ну то есть это, и на самом деле это сделать просто, и плюс не хватает финансирования, когда ты пускаешь в реанимацию, кому-то там должно быть место, ну ты не можешь лечь на кровати к этому человеку, там должны быть стульчики, и плюс надо соблюдать еще условия конфиденциальности, ну какие-то ширмы, ну в общем, там на самом деле проблема не такая большая, но ее надо сделать, и вот Лена пишет статью, Лена работала в Коммерсанте, она суперпрофессиональный журналист, очень качественная, говорит, Лена, я хочу прочитать статью до публикации, ну естественно сразу же это воспринимается немножко вопреки, что нет, никто не будет у меня заниматься цензурой, я говорю, нет, давай я почитаю, ты знаешь, я не цензурирую, я не вношу правки в статью, но я могу что-то посоветовать со своей стороны, действительно так и произошло, я читаю, статья заканчивается, говорю, слушай, ты вызываешь какие-то эмоции, но непонятно, что с этим делать, непонятно, как работать, хочется, чтобы это к чему-то привело, и мы дописываем о том, что, что можно сделать, я уже не помню, что мы там дописывали, но мы обращались, будьте здоровы, мы точно, вначале хотели собирать петиции, но сайт президентских петиций на тот момент очень долго не работал, и как мы ждали, задерживали выход статьи, потому что надеялись, что этот сайт заработает, но он не работал все равно, и мы призвали к тому, чтобы обратиться, это статья, она вышла каким-то колоссальным количеством прочтений, там было больше 12 тысяч, кажется, шеров только, какое-то сумасшедшее количество просмотров, потому что эта тема очень больна для всех, и тоже многие, когда ты сталкиваешься с реанимацией, у тебя нет времени думать о законах, хотя есть одна задача, пропасть от реанимации, ты либо даешь деньги, причем я знаю историю от моей близкой подруги, у которой ребенок оказался в реанимациях мой дед, она просто зашла, держа вот так деньги, сказала, вот 200 долларов, вы можете меня сегодня не пустить, а можете все уйти с, не знаю сколько там деньгами сегодня, естественно взяли деньги, она добилась своего, ну честно говоря, думаю, если бы я там оказалась в тот момент в такой системе, когда мне надо было попасть к ребенку, я бы тоже била дверь ногой по любыми способами, и с нами объединяются еще другие фонды, и объединяются активисты, которые начинают заниматься вопросом реанимации, и мы вызвали эмоцию, но в то же время мы объединились, объединились, потому что ни один фонд и ни одна группа, она не сможет добиться чего-то одна, это должны быть люди, которые находятся в системе и меняют законы, которые по факту могут что-то изменить, они должны видеть, что это нужно большому количеству людей, и часто раньше тоже такое наше новое восприятие, три года назад, когда мы проводили стратегическую сессию для фонда, мы писали наши ценности, одна наша ценность была независимость, это было очень важно, потому что я работала в компании Ахметова, Пинчука, очень-очень давно я работала в команде народного фронта, и фонды ассоциировали с моими работодателями, что это фонд либо Ахметова, либо Пинчука, и один раз даже Иоценюка, но и для нас было важно, чтобы понимали, что это не фонд олигархов, это волонтерский фонд. Когда спустя три года в марте мы делали вторую стратегическую сессию, мы писали наши ценности, и это происходит так, каждый человек из управленческого состава пишет все слова, которые ему приходят в голову, он читает эти ценности, и потом по очереди мы начинаем называть слова и просто вычеркивать, ну вот, или объединять их группами, и у нас в наших ценностях осталось шесть на доске, одной из них была независимость, второе партнерство, так вот в независимости партнерство быть не может, и в психологии есть такое понятие, что ты вначале зависим, потом ты независим, а потом ты созависим, ты умеешь работать с кем-то, и основная задача не чмокарить власть, а искать те лазейки, когда ты можешь с ними сотрудничать, потому что только они по факту могут что-то менять, ну то есть мы можем делать всю подготовительную работу, мы можем просить юристов, волонтеров писать изменения в законы, но по факту принимают решения они, ну то есть наша задача коммуницировать это, и все подносить вовремя и правильно, и очень важно понимать, что изменения на бумажке закон, они меняют восприятие вообще в принципе, потому что реанимации открыты, открыты они уже год, но по факту они часто закрыты, потому что, ну это надо меняться, вообще все меняться они прикольные, если кто-то пробовал изменить свою жизнь, заниматься каждый день бегом, или правильно питаться, значит хватает мотивации на какое-то время, потом надо прикладывать дополнительные усилия, точно так же и врачам, точно так же и людям, надо приставать давать взятки, там врачам надо коммуницировать, и сейчас задача наших фондов, тех кто работал над реанимациями, это образовывать людей, они все должны знать, надеюсь все присутствующие запомним, привет Вика, Вика юрист, который работал по законам реанимации, наш юрист фонда, который финализирует нам все законы, помогает, должны знать о том, что реанимация открыта, должны знать на что ссылаться, и должны уметь договариваться, проще всего прийти, я очень эмоциональный человек, проще всего прийти наорать, наругаться и уйти, чем пытаться договориться, потому что иногда просто эти договоренности, ты просто понимаешь, насколько человек далек от закона, насколько он далек от здравого смысла, но тем не менее у него власть, когда ты кого-то перегнул через колено, ты не всегда потом можешь получить то, что имеешь. Есть такой сайт, я думаю все о нем знают TEDx.com, там в 10 лучших выступлений входит выступление Дэна Полотте, там есть точно русские субтитры, это такое домашнее задание от меня, посмотреть это выступление, оно занимает 20 минут, Дэна Пололотта, две буквы L и T, и она называется «Почему наши мысли о благотворительности в корне неправильны?» Я о нем узнала 5 лет назад, раз в полгода пересматриваю, в итоге прочла книгу Дэна, и он как раз говорит о том, что нам надо начать, вот про ВВП, он говорит, что в Америке количество денег, которое крутится в благотворительном секторе составляет какой-то весомый процент ВВП, и этот сектор реально влияет на экономику, он вообще называется «третий сектор экономики». В Украине эти деньги, они никак не учтены, хотя это тоже наверняка какой-то процент от ВВП, вот СКМ считает, компания СКМ считает, сколько их налоги дают в ВВП. А «третий сектор» это, к сожалению, не делает, хотя надо бы, и понимать, что у нас тоже есть эта власть, журналистов третья власть, пускай у нас будет четвертая власть, или какая-то, и чтобы, ну, потому что, если благотворительные фонды и люди будут подходить со знанием того, что мы должны помочь здесь и сейчас вот этому ребенку, то мы никогда этого не изменим, безусловно, надо помочь этому ребенку здесь и сейчас, и это политика нашего фонда, я всегда против того, чтобы закрывать проекты адресной помощи, потому что пока будет меняться система, мы потеряем очень многих детей, которым нужна помощь уже здесь и сейчас, но нельзя забивать на то, что пока мы просто помогаем только вот этим детям, система остается системой, и никто ее не изменит, никому это не надо, это надо больше всех нам, но вот сейчас у нас есть возможность, и Лена спрашивала, почему я начала этим всем заниматься, мне кажется, пока мы все здоровы, пока у нас есть силы, надо подумать, куда мы готовы эти силы применить, потому что так будет не всегда, мы не всегда будем здоровы, и не всегда у нас будет силы, и не всегда будет возможности это делать, и очень люблю Валерия Панюшкина, это российский журналист, который 10 лет писал о Раке, был таким евангелистом Рака, рассказывал о том, как можно изменить, у него есть потрясающая статья на Снобе какого-то 2012 года, которая начинается с предложением «Я поддерживаю Путина», и дальше он говорит о том, что он поддерживает его не словами, а конкретно деньгами, он ежегодно собирает своими статьями какие-то сумасшедшие миллионы рублей на лечение детей с раком, детей с сердечными заболеваниями, в общем, кому он там помогает, потому что, по идее, мы не должны этого делать, мы должны влиять на государство, чтобы оно выделяло эти деньги. Тут судно не ложное, это судно-российская реальность, мне кажется, государство никому еще не должно, – Ну, нет, он как раз говорит, он как раз говорит о том, что пока мы будем давить на систему, пока… Ну, мы тоже, слушай, мы тоже поддерживаем, мы не будем говорить о политике, но он говорит о том, что пока мы поддерживаем деньгами, то мы не меняем систему, это должны дополнять друг друга. отключить фейсбук. Спасибо вам большое, я знаю, что уже время заканчивается, и я попрошу всех обязательно прочитать эту книгу и подарить другу, если вы найдете не так много, но его можно скачать в интернете, а можно попросить издательство, наверное, ее напечатать, императору сиху роба биография раку, и посмотреть видео данной полоте, посмотреть, чем занимается, какой фонд, кому вы хотите присоединиться, что вас волнует. Спасибо вам большое. Я хочу сказать еще, давайте подякуем Оле за ту справа, кого она работает.